А вот это живое письмо. Их записывали у нас на студии и отправляли на судно. На открыточную пластинку помещалось три минуты текста, и потому родные записывали только самые важные и теплые слова. Теперь эти послания станут одними из главных экспонатов грядущей выставки в музее города, которая посвящена жизни у моря и называется «Тихоокеанское время». Одним из экспонатов предстоящей выставки станет, например, вот этот каталог европейской одежды 1972 года. Современный турист не обратил бы на него даже внимания, а тогда, в эпоху повального дефицита, возможность посмотреть на заграничные модели одежды считалась большой удачей. В форме на одежду, чемодан, с которым уходили в море, сувениры из-за гранки. Большая часть экспонатов предоставлена самими жителями города, их продолжают собирать. Вот, например, альбом капитана дальнего плавания. Он оформлял его в экспедиции по Арктике для любимой женщины. Здесь фотографии волейбола при минус 36, белого медведя, который пошел на котлеты, и признание в любви. Курс на берег невидимый, бьется сердце корабля, вспоминаю о любимой, у послушного руля. А эта зажигалка – единственное, на что хватило моряку той валюты, которую так скупо давали для заграничных поездок. Если за такой зажигалкой стоит рассказ о том, как ее привозили, кому ее привозили, что испытывали в это время, что за ней закопано, то, конечно, такая вещь обязательно поселится на нашей экспозиции. Выставка «Тихоокеанское время» в музее города будет открыта в сентябре. А пока здесь продолжают собирать все то, без чего невозможно представить жизнь у моря. Наталья Смоленинова, Александр Каноненко, Панорама.